Друзья, всем привет! Сегодня коснемся темы шлангов. Вроде бы банальная, простая тема. Шланг это у нас способ, точнее инструмент подачи воздуха от компрессора к пистолету, от воздушной системы к пистолету, короче от чего-либо блока воздушного к инструментам. Вроде бы все просто, все понятно, но на рынке есть огромное количество шлангов, разных производителей, разных по качеству, условно одного назначения, но они различаются между собой, причем кардинально. Что по качеству, что по удобству применения, об этом сегодня сейчас и поговорим. Здесь я выложил шланги, которыми я работаю. Есть кое-какая новая позиция, которую я еще не пробовал, но попробую расскажу. Сразу с того, что взял, так схватил, это витой шланг. У нас в малярке он очень неудобен для применения. Это где-то подкачать колеса на улице у машины, крутнуть гейковертом, опять же, на улице где-то. То есть не внутри нашего помещения, потому что неудобно. Цепляется за столы, за колеса автомобилей. Вроде мало места занимает, но пользоваться им на полную длину фактически невозможно. Поэтому шланг иногда нужный, но вообще необязательный в нашей сфере. Откладываем его. Дальше идем. Это у меня нераспакованный шланг Widercraft 10-метровый. Точно такой же у меня уже полгода тягается по зоне подготовки, но 15-метровый. Очень, начну с него так, очень удобный шланг. Удобный, практичный в плане применения, комфортный, потому что не жесткий. Есть шланги жесткие, есть шланги мягкие. Этот шланг у нас довольно-таки мягкий получается. И им удобно работать по зоне подготовки тем, что тягается легко в колечки. Если и собирается, то они легко перебрасываются друг через друга. И в машине, когда по нему ездишь, ни с шлангом ничего не происходит, ни колесу, грубо говоря, он не мешает. Не чувствую, что там кого-то переехал, не переживаешь за это. Шланг. Гибенький, мягенький. Из минусов шланга. То, что когда он перекинулся в кольцо, и ты пытаешься его дернуть, чтобы он распромился, он может вот так сложиться и воздуха не будет. Это небольшой минус мягких шлангов. У жестких такого нет, но жесткие чаще скидываются в петли, которые нужно постоянно распроводить. Далее, из плюсов именно этого шланга. Нормальная человеческая прессовка с пружинами. Для чего нужны пружины? Чтобы не было вот такого вот постоянно обмотанного изолентой. Об этом тоже поговорим. То есть пружины у нас не дают сламываться шлангу. В то же время, как бы, удобно при подсоединении и отчелкивании какая-то часть для хвата. Это выглядит нормально. Еще из плюсов именно у этого шланга, первый раз столкнулся вживую у бюджетного довольно-таки производителя. То есть шланг недорогой. Это вращающаяся часть быстросъемного соединения. То есть не только тут можно вращать пистолетом, а еще и сам шланг. Это уменьшает образование колец. Оптимальная длина у нас 10 метров, именно в покрасочной зоне. Все, что свыше 10 метров, в камере уже становится неудобным. Это для подготовки уходит. У меня в камере 10-метровый шланг, хватает за глаза. Пройдемся по шлангам, которые у меня уже почти два года ему. Это шланги, у которых опрессованное быстросъемное соединение. Вот таким образом. То, что висит около компрессора, да, оно не ломается, потому что на него нет постоянной изгибающей нагрузки. Но здесь переламывается очень быстро. Первое, это отсутствие вот этой пружины. Второе, ну такое качество продуктов используемое. Потому что, допустим, на шланге и ваты, которому уже три года, подобный тип соединения, но ничего не переламывается, ничего не режет краями шланг. То есть работает нормально. У меня два таких шланга, один в подготовке, один в малярке. Оба выглядят нормально. Ну, правда, тут и ценник чуть-чуть повыше. То есть очень важно смотреть на вот эти вот опрессовки, чтобы они были красиво выполнены, без острых краев. И в идеале, чтобы на них была пружина. Это тоже важно. Часто сталкивались раньше с такой проблемой, что у шлангов SATA и DEWILBIS они были очень мягенькие. И вот эти быстросъемы, ну, постоянно отрезали. Буквально пару месяцев шлангу он уже разрезается. И приходится одевать другой быстросъем и на хомуты, как обычно, все это дело закручивать. Это самая распространенная проблема. Следующий из важных моментов – это пропускная способность шланга по внутреннему диаметру. Внешний диаметр особо значения не имеет. То есть он может быть в зависимости от толщины стенки. Но внутренний очень важен. Как правило, у нас в малярке то, что нам нужно – это шланги 9 плюс миллиметров. То есть это, допустим, 9,7 – внутренний диаметр. Это идеальная пропускная способность при условии, если длина не более 10 метров. Это то, что нам нужно и сможет обеспечить любой воздушный инструмент нужным объемом воздуха по пропускной способности. У Вейдера 9,7. У Car System 9. Ну, это новые шланги, на них это читается нормально. У EWAT-ы внутренний тоже 9. То есть по пропускной способности они равны и показывают себя довольно-таки хорошо. Следующий параметр – это внешняя стенка. 9 на 16, у Ваты 9 на 15. У Вейдера 9 на 15,5. Ну, тут 9,7 на 15,5. Само собой, разная толщина стенки, плюс еще и разный материал используется. Это уже влияет на гибкость, мягкость шланга. Чем мягче шланг, повторюсь, тем больше и чаще на нем будут образовываться петли, кольца. Чем жестче шланг, тем колец меньше. Но у вас больше шансов, что кольцо, которое образовалось, оно будет большим, и вы можете зацепить порог, когда, допустим, протягиваете его под машиной в момент покраски. Это тоже важно. То есть шланг должен быть не деревянным, но и не сильно мягким, чтобы можно было работать. У нас любая петля образовывается вот в такой комок, даже под давлением, когда в нем воздух. И вы уже просто не сможете работать, придется там возвращаться, за колесо зацепилось, надо перебросить и так далее. Но это моменты такие, что их нужно выбирать именно под себя. Вот так сходу купить шланг – это либо повезло, либо, ну, если все нормально у вас работает, либо вы просто не знаете, что такое комфортный, удобный шланг для работы. Следующий момент – вот этот конечный быстросъем, который у нас находится постоянно на инструменте. Как он работает, насколько его удобно соединять одной рукой, или нужно постоянно использовать две руки. Это тоже очень важно, особенно в условиях работы в камере, когда в одной руке может быть там два пистолета, а вам нужно сейчас снять третий пистолет, забрать с собой и уйти из камеры. Сейчас об этом поговорим. Следующий важный момент – это то, как к шлангу подключается и отключается, само собой, от него инструмент. Это у меня край шланга, подключенный к воздуху, из подготовки. Это тоже вайдеркрафт. Уже оттягался он у меня полгода. Нормально себя показал. По нему мы ездим автомобилями, никаких глобальных изменений. Не во вращении. То есть вот шланг под давлением находится, он спокойно вращается. Это уменьшает количество образования колец. Но чуть-чуть удлиняет вот эту гирлянду. Но это такое дело. Давайте проверим, как к шлангам подключается инструмент. Это у нас Car System. Вот такая кнопочка у него удобная. Нормально. Это у нас Ивата. У Иваты двойная муфта. То есть, чтобы отключить, нужно потянуть на себя. Инструмент еще не выстегивается. Потом поднять вверх, инструмент выстегивается. Сейчас расскажу, зачем это и почему удобно. Давайте попробуем на вайдере. Подключается и как он отключается одной рукой. Инструмент улетел, но одной рукой он отключается, в принципе. То есть, тянем. Я не помогаю. Отключается, но улетает. Берем Car System шланг. Нету такого сильного отброса. Подключены они все в одну систему. То есть, давление одинаковое. Чуть-чуть отскакивает, но не настолько сильно, как у вайдера. И берем Иватовский шланг. Он вообще не может выскочить, инструмент. И выскакивает только, когда оттягиваем во вторую сторону. В чем преимущество именно этой двойной байонетной муфты? В том, что когда у вас пистолет висит на вешалке, с каким-то материалом. Вы подошли, отщелкнули его. И не трогая второй рукой, он висит на вешалке. Сняли инструмент с быстросъема. Это удобно, но чуть-чуть непривычно. В отличие от этих отстрелов, когда вам по-любому, то есть, хоть одной рукой можно и потянуть без усилия. Но вам нужно придерживать, чтобы не было вылета инструмента. Во всем остальном, меня эти шланги полностью устраивают. Таким я еще не работал. Но я думаю, пощупаем. В принципе, довольно-таки удобно. Не надо тягать, когда руки в перчатках. Или еще в чем-то бывает неудобно потянуть, надо второй рукой прижимать. Тут такого нет. И, кстати, отстрел не такой уж и сильный. Но чуть-чуть есть. Шланги компании РАМИКС. Правда, быстросъем уже не их, заводской. Потому что заводская обжимка давно оторвалась. Мы сюда прикрутили, я даже не помню какой. Не самые плохие. РКЮС немцы. Но уже не то качество все равно быстросъема. То есть одевается нормально одной рукой. Вот это тот случай, когда только двумя руками я могу снять. И тоже отстрел уходит довольно-таки далеко. Хотя сам по себе быстросъем движется свободно. Пока на нем нет инструмента. Вот это огромный минус. И такие быстросъемы очень неудобны в работе. Как вывод, что хочется сказать. Шлангов существует много разных. Очень важно найти для себя такой, инструмент, потому что это инструмент, который будет вам удобен для работы в камере. Если у вас одно помещение, чтобы он не был сильно мягким, не образовывались кольца. Но в то же время, чтобы он не был сильно жестким, чтобы это не была прямая труба, пластиковая, о которой вы попытаетесь там как-то работать. Должен быть качественный обжим по шлангу, чтобы не было вот этого излома, который я только что показывал. и не ломались часто быстросъемы. И должен быть довольно-таки удобная муфта, для того, чтобы его удобно было снимать, и комфортно это дело все в работе у вас происходило. Итак, подытожим. Что же самое важное в шлангах нам нужно учитывать при их покупке? Это не цвет, даже не длина. Это кому-то вам сколько нужно. Самое важное, это материал, из которого он сделан. Многие экономят, покупают кислородный. Да, они там пару лет, может быть, тройку лет работают, но потом внутри начинают расслаиваться, и появляется мусор из шланга, появляются загрязнения всевозможные, из слоев резины, ну и тому подобное. Самое важное, это опрессовка. На это будет влиять срок службы вашего шланга, и быстросъема заводского именно. Сам быстросъем заводской, диаметр, пропускная способность, чтобы он был не меньше, чем 9 мм внутренний. Ну и гибкость, мягкость, гибкость, это уже там как повезет, потому что иногда шланг покупаешь, он изначально мягенький такой, хорошенький, со временем начинает становиться деревянным. И бывает наоборот, покупаешь он по мягкости, своей гибкости, ну нормальный, адекватный, а потом превращается вообще в труху, становится слишком мягким, размикает и начинает даже рваться порой. Шишками надувается иногда, то есть нитки пробиваются, надуваются шишками, само собой таким шлангом уже не поработаешь. Выбор на рынке огромнейший по шлангам. Какой выбрать конкретно, это уже дело случая и решать каждому, кому как повезет. Но скажу так, покупая только лишь один шланг по фирме, вы не ограничитесь этим. Этого мало, всякое бывает, на всякое можно попасть. Хочу выразить огромную благодарность компании Widercraft Россия, которые предоставили мне на обзор шланги 10-метровые, 15-метровые. И вот тот витой шланг, шланги хорошие по качеству, проверено на себе, у себя в боксе. То есть я прежде чем снимать обзоры, их полгода потаскал по полу у себя в подготовочном цеху. Огромное спасибо компании Agreen, киевской, за то, что предоставили на обзор этот шланг с интересным быстросъемом. Но я надеюсь, что я его чуть-чуть потаскаю, пощупаю. Мне интересно, что он из себя представляет. Огромное спасибо компании Anastewator Россия за то, что они вообще предоставили возможность приобрести такие шланги. Кстати, вот этот быстросъем у нас с двойной байонетной муфтой, это одни из немногих быстросъемов, которые по факту самые удобные в работе. За счет того, что можно работать одной рукой без придерживания... То есть одна рука будет всегда занята чем-то нужным. Такие быстросъемы есть у разных компаний, но у Iwata они реализованы на заводской опрессовке, нормальной заводской опрессовке, на удобном 10-метровом шланге. На этом у меня все. Пишите в комментариях, каким шлангом пользуетесь вы. Я уверен, их на рынке еще огромное количество, которых я, допустим, не мог попробовать. Сразу скажу, это все шланги, которые я показал, кроме одного Aramix, это не бюджетные шланги, то есть у них цена, ну, допустим, этот, я знаю, точно от 80 евро, этот больше 100 евро стоит, Vendercraft, точно не знаю, ну, чуть дешевле, по-моему, чем эти два. То есть вариаций много, напишите, какие у вас, я думаю, кому-то это будет полезно, потому что рынки разные, и не все у нас на рынках представлено одинаково. Я желаю всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok